Кирилл, привет! Пожалуй, наверное, самое знаменитое музыкальное произведение Пармоево Джульетти — это логично Прокофьево балет. Послужил ли он для тебя вдохновением, ну или наоборот постарались все-таки уйти от этой классики? Всем здрасте. Ну, конечно, я вдохновлялся произведением Сергея Прокофьева. В любом случае, но мы не опираемся прямо на классическую историю, то есть это скорее современное прочтение просто с неким омажем, ну, как бы на великого композитора. Там будут некоторые вкрапления, даже я вам скажу, несколько будет классических произведений. Мы обязательно выразим благодарность, скажем так, но это абсолютно оригинальная история. Как долго идет уже работа над музыкой к спектаклю и заканчивается ли? Как там все у вас? Переговоры шли где-то с августа по сентябрь и как бы полноценно приступили к музыке где-то в октябре того года. То есть вот больше-больше полугода как бы мы пытаемся, пишем-пишем, делаем, переписываем, утверждаем и так далее, перерабатываем. Это очень долгий процесс. А ты пишешь музыку все-таки под хореографию или сначала музыка, а потом Дмитрий Ефимов уже ставит что-то свое? Вообще хореографические спектакли как автору музыки тяжело писать, потому что ты не имеешь представления вообще, что происходит. У тебя есть только, так скажем, техническое задание руководителя театра, режиссера и режиссера-постановщика хореографии. И вот вы как-то втроем, допустим, если там какой-то один номер, то вы втроем общаетесь, придумываю там номер такой-то, история такая, и все, я сажусь, начинаю это все как-то придумывать, присылаю какую-то демо-версию, мне говорят, что мы сейчас начнем делать и дальше уже будем все это по кирпичикам расширять, складывать. Правильно понимаешь, что на репетиции композитор обычно все-таки не присутствует? Видите, как получилось, да, я всю жизнь жил в своем городе, в котором я вырос, это Тюмень, а сейчас я переехал в Москву, сейчас в данный момент это кабинет Мосфильма, и здесь моя студия, то есть я сейчас, я практически, ну, как бы, я очень далеко, и я не вижу ребят, мы созваниваемся с Дмитрием Германовичем по видеосвязи, ну, и с ребятами также, и как-то принимаем какие-то решения касаемо музыки, хореографии, переходов, наполнений и так далее. То есть это все дистанционно происходит, это первый опыт за 8 лет, да, за 8 лет первый опыт работы на дистанции. Европу-то я знаю, в принципе, я понимаю их хореографию, и, в принципе, у меня есть понимание, какую музыку просто уже можно изначально даже как-то, ну, набрасывать. То с формейшном дела чуть-чуть сложнее, потому что, ну, я спортивные бальные танцы не наблюдаю, ну, я с ними работал пару раз, но там прям плотно-плотно я с ними не сотрудничал, поэтому для меня это тоже впервые интересный опыт, но мне довелось увидеть, там, буквально секунд 15, начало номера, где они танцуют в своем коллективе, но это, конечно, очень красиво.